Приветствую вас, ну вот смотрите, я думаю, что вот для начала, да, можно условно так сказать, что вы легко можете вбить в поиск проблему, свою проблему, и получить на эту проблему ответ, то есть вы легко можете это сделать, вам просто нужно, грубо говоря, загуглить, да, и всё, и всё у вас, в принципе, будет понятно, то есть тут, ну, наша помощь, да, она не нужна вам на самом деле, вот, то есть в этом смысле мне не очень вообще понятно, почему вы задаёте вопрос так, да, то есть, ну, без истории, которые у вас, безусловно, есть, ну, вот, с вами и вашим ребёнком, то есть, вот, понять и, там, посмотреть, что это за история, и как, как эта история, там, условно говоря, развивалась на протяжении, вот, жизни вашего малыша и прочего, просто об этом, почему-то ничего не говорить, а без знаний и истории нельзя вам помочь, потому что непонятно, чего именно ребёнок боится зачастую, зачастую это какое-то переживание, от которого вы отмахнулись в, ну, в критический момент, там, условно говоря, не позволили ребёнку прожить, то есть, ребёнок не прожил до конца, ну, вот, собственно, то переживание, оно у него, там, образно говоря, осталось, оно у него, образно говоря, закрепилось, вот, и это повлияло на него так, что этот рак не настал. Так, переживание, оно, переживание, оно закрепилось, его нужно раскрепить, его нужно выделить, вот. Для этого необходимо, конечно, общаться с ребёнком, общаться с ребёнком, желательно, очень желательно в, в ключе, в ключе, клиент-центрированной терапии, вот, клиент-ориентированной терапии, очень желательно, потому что только так, в принципе, можно, ээээм, вашими людьми помочь, ну, понятно, если всё, а, А, значит, есть ещё игротерапия, безусловно, через КПГУ, ну, через КПГУ тоже вполне себе возможно. Помочь ребёнку. Вот. Ну, это уже зависит исключительно от вас. То есть, хотите ли вы, будете ли вы, ну, вот, в этом направлении работать, да, будете ли вы стараться ребёнку, там, допустим, помочь или нет. Вот. Если будете, то, соответственно, как именно и что вы будете делать для ребёнка в этом случае. Вот. То есть, здесь есть нюансы. Нюансов достаточно много. Потому что ваш ребёнок тоже такая достаточно сложившаяся личность, самостоятельная личность. может, 10 лет. Ну, вот. И, соответственно, ну, здесь нужно подходить к ситуации максимально серьёзно. Вот. А исправлять именно ничего не будет, потому что ничего, ничего не сломалось. То есть, это не очень хорошая позиция, когда, вот, родитель говорит или думает, или ведёт себя так, как будто начнёт что-то исправлять. Ребёнок думает, что им что-то не так, начинает стыдиться, начинает стыдиться своего страха, а тем самым загоняет страх ещё глубже. Вот. Поэтому ни в коем случае не нужно думать, что, там, ну, нужно что-то исправлять ребёнку. Нет. Нет. Ничего исправлять. Ребёнку не нужно. Вот. А именно, вот, именно, исправлять ничего не нужно. А если что-то и нужно, то это надо смотреть, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ И всем ребенку нужна помощь, вот, это да, а вот исправлять что-то, это, ну, подразумевается, что, что-то неправильно, что-то плохое, это то, что, а проблема вас, к сожалению, отдаляет, и все дальше, вот. Я думаю, что можно привести некоторые психологические основы страха полета, вот, например, психологической основой страха полета является желание свободы, то есть ощущение не свободы у Ребенка, вот, и, соответственно, страх полета, как переживание некой такой свободы, не запрещает самим ребенком, так происходит расщепление, вот, и, соответственно, ребенок начинает бояться полета, как проявление того, что он сам себе запрещает, вот. Вот, а здесь нужно, здесь нужно работать уже, допустим, насколько ребенок свободен во взаимодействии, допустим, с вами, вот, свободен ли он во взаимодействии с вами, если свободен, то насколько. То есть я не говорю, что он у вас прям тотально под тотальным контролем находится, и что вы, там, его терроризируете, безусловно, нет, но то, что, вот, имеет место какие-то ограничения, которые достаточно болезненные для ребенка, это практически 100%, практически 100%. Вот, от силы, соответственно, и страх полета, ну, просто потому что на ровном месте подобные вещи не возникают, вот, то есть, вот, понятно, что ребенок могут напугаться, да, могут напугаться, вот, но подобное, подобный цепной страх, он пресекает в малом возрасте, ну, вот, когда реакция родителей воспринимается без какой-либо фильтрации, и я не думаю, честно говоря, что это именно тот случай, я не думаю, что это ваш случай, я думаю, что это случай все-таки, как бы, такой уже более конфликтный, более противоречивый, история, то есть, вот, то есть, вот, то, что страх быть свободным, страх потерять рамки, вот, страх парения, может быть, да, это все про ощущение свободы. Вот, 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 на этом все, надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ, буду благодарен, за его оценку в качестве лучшего, и я желаю вам всего самого доброго, и удачи. Продолжение следует...